Открой глаза, все та же трещина в небес, в стекле окна. Приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас такой выпуск новостной, потому что информации много. Хотелось бы, ну, часто вы задаете просто что там, где там, как там. Вот, надо все это рассказать, наверное, лучше уместить в одном видео. Начнем с Ковадла, с нашего любимого полицейского, ну, экс-полицейского уже, конечно же. То дело, которое рассматривается в Выжгородском суде, там, где он с подельниками обвиняется в том, что они превысили служебные полномочия, что повлекло за собой смерть человека. Если вы помните, там мы закончили на том, что адвокат Ковадла подал заявление об отводе судье Рудюк. И это заявление было рассмотрено, и ему, конечно же, отказали, как, в принципе, и предполагалось. Что интересно, интересны доводы адвоката, почему он хотел отвезти судью. Доводы адвоката сводились к тому, что вот судья продлил меру пресечения Ковадла, домашний арест. И вот поэтому адвокат решил, что судья может быть предвзятым в данном деле. Понятное дело, что на таких основаниях отвод не будет удовлетворен, потому что это глупость полная, несусветная. Поэтому отвод в отводе был отказан, и дело продолжит рассматриваться у того же самого судьи в Выжгородском суде. И следующее заседание будет 4 ноября в 15.20. Опять всех приглашаю, кто хочет. Следующее опять Ковадла, это мое дело. Поступила информация, что мое дело по Ковадла закрыто. То есть уже третий раз закрывается уголовное производство. Дважды его закрывали в прокуратуре. Вот теперь и Госбюро расследований точно так же закрыло дело по Ковадла. Получу постановление, я думаю, там более подробно расскажу, что с ним и как. Следующее дело, я рассказывал вам, был ролик, как СБУ хоронит уголовные дела. Там, где у нас СБУшники целый год мурыжили дело по фальсификации протокола по 130. Подал я тогда жалобу следственному судье об отмене данного постановления о закрытии дела. Подал я его еще, по-моему, там где-то в начале сентября, если не ошибаюсь, а может даже в августе, в конце августа. И долго тянулось, не рассматривали. И вот, смотрю, наконец-то назначили к рассмотрению на шестое декабря. То есть, ну, это уму непостижимо. Год у нас СБУшники бездействовали. Теперь еще 4 месяца ждать того, чтобы обжаловать фактически их бездействие. Ну, в общем, система у нас просто мертвая лежит, вообще не работает. Ну, и еще мои любимчики. Новая. Мельничук и Кравченко. Это те, которые меня под домом останавливали, если помните. И возили потом врать дело. И в итоге ничего не составили, кроме протокола задержания, который мне даже не дали подписать. Ну, вы помните. Получил я отказ. Нет уголовного дела, по мнению ГБР. Ну, и, соответственно, в установленный срок я подал жалобу следственному судье на то, чтобы обязать их открыть уголовное производство. Последние самые красавцы это Гром и Лукаш. Да, те, которые мне 173-ю написали, задержали и отвезли в Дарницкое управление полиции. Да, те самые, которые у меня телефон забирали. Тоже нет информации до сих пор. Пытался узнать. Не дают информации. Вообще, тупо работает у нас ГБР. Достучаться, понять, что там с заявлением практически невозможно. То есть, это надо ходить, там тоже топтаться. По телефону никто информации не дает. Времени на то, чтобы ездить там каждый день и хватать их за шкирки. Тоже нет. Ну, в общем-то, установленный опять-таки срок, но и подана сразу же жалоба о том, что следственному суде о том, чтобы обязать и по этому факту открыть уголовное производство. И что самое интересное, я думаю, помните, я рассказывал вам про эту 173-ю, да, и я вообще предполагал, что они ее где-то потеряют, потеряют этот протокол. Но нет, не потеряли, представляете? Не потеряли и отправили-таки в Дарницкий районный суд протокол и другие админматериалы. Посмотрим, что там за материалы будут. И дело уже попало в суд, но еще пока оно не назначено. Вот. Как будет больше информации по этому делу я вам тоже расскажу. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok